Доброго вечера всем! Хочу рассказать сегодня одну историю, которая случилась 13 августа, в такой же, может быть, воскресный день, как и сегодня. И это трагичная история, но она каким-то образом даже задела мою семью, поэтому, наверное, стоит о ней вспомнить. Итак, 1950 год, Рига, набережная, и собралась большая толпа народа, потому что открылось такое движение на подаугове, на пароходиках. Развлечений в послевоенной Риге было не так много, и собралось очень много людей, и там оказалась моя тетя двоюродная, в то время девушка передавица производства, и многим давали на этот первый рейс, на пароходике, который назывался Маяковский, давали такие бесплатные билеты тем, кто отличился на работе. Вот она была такая отличница, и поэтому тоже приехала покататься. Уже совершился первый рейс пароходика в Межопарк. Это было такое старенькое судно, после войны оно было надстроено, сделано надстроечкой, и вот было такое для туристов. На нем уже, когда оно подошло к набережной, а парковалось оно около Каменного моста, напротив Института Политехнического, там уже находилось достаточно много людей. С первого рейса оно помещало, максимальная была загрузка 150 человек, и вот они начали выходить, но как-то все было настолько неразумно построено, что туда уже хлынула толпа навстречу других людей. Там были в том числе 47 московских школьников с экскурсии, и вот как бы большая толпа побежала на корабль, и кораблик этот стал раскачиваться, они пока туда-сюда от одного борта к другому, и практически вот из-за всей этой качки, из-за всего, он накренился и начал тонуть. Он начал тонуть в 5-6 метрах, практически рядом с пристанью, то есть, казалось бы, это не 50, не 60 метров, это очень близко все. Тем не менее, поднялась такая паника невероятная, команда потеряла какую-либо способность управлять всей ситуацией, кораблик еще отошел на несколько метров, и на этой глубине он очень быстро затонул, и то, что дальше произошло, это, конечно, просто очень страшно. Когда начали, мне рассказала тетя, тонуть уже первые, было понятно, что что-то происходит, то некоторые мужчины хватали своих жен, детей, просто выбрасывали на бетонную набережную, чтобы хоть как-то их спасти, а дальше именно эта паника, это было самое ужасное. Даже если ты не умеешь плавать эти 5-6 метров, это не так сложно. Там, да, там такая высокая стена, но есть это самое, не так далеко ступеньки, где ты можешь просто, скажем, подплыть к ступенькам и выйти на берег, и тем не менее, вот эта ситуация, когда всеобщая паника, люди просто начали топить друг друга. У меня тетя, она в тот момент была 24-летней здоровой девушкой, спортсменкой, и очень хорошо плавала. И вот она смогла как-то, каким-то образом, практически почти никто не спасти. Такой крупной катастрофы, вот такой потери людей, чтобы около берега затонули 147 человек, и в том числе 48 детей, это что-то невероятное. Я думаю, что кто-то еще помнит об этой трагедии, хотя, конечно, особенно потом ее не афишировали, потому что у меня еще одни мои знакомые должны были покататься на этом кораблике, они стояли у пристани, они просто все это видели, но их было несколько человек, был ребенок, и ребенок там все время плакал и говорил, что не хочу, не хочу. Ну, может быть, из-за того, что вот эта вся толпа, кстати, если бы я была, я бы, наверное, тоже бы не стремилась попасть в толпу, в эту кишающую и кричающую, поэтому они остались на берегу. А тетя вот попала, и когда она оказалась в воде, самое трудное, что было, это было выплыть, проплыть сквозь кучу людей, которые посыпались воду, потому что все начали хвататься друг за другом, и таким образом просто стали ее топить. И она очень быстро все-таки попыталась отплыть, уже чувствуя, что кто-то вцепился в ее одежду, кто-то вцепился в волосы, тем не менее, из последних сил вот собралась и смогла выплыть. И оказалось, что ее за волосы держал маленький ребенок, просто от страха вцепился. Я не знаю, где сейчас этот ребенок, что с ним, живы ли его родители, если они были на том же пароходе, и сейчас это должна быть уже очень взрослая женщина или очень взрослый мужчина, и было бы, конечно, интересно, если бы этот человек мог бы отозваться, потому что, ну, помянули бы, тети моей уже нет, она уже умерла лет 10 назад, но вот такая история, все-таки удалось ей спастись самой, спасти чью-то жизнь. Вот такое вот необычное происшествие 13 августа 1950 года в центре Риги. Трагичное происшествие. В 2011 году на набережной должны были открыть, во всем случае так было в интернете, памятную доску о погибших в тот день, но я как-то гуляла там по набережной, либо она настолько незаметная. Надо будет пройтись еще раз посмотреть, я не увидела ее, но якобы она есть. Вот так бывает. В жизни все непредсказуемо. В жизни моей тети потом был еще один случай, когда они выплыли просто на такой уже прогулочной лодочке, несколько человек, там, на середину Кишозера, и опять лодка затонула, то есть прямо какая-то мистика. Но там было людей немного, и как-то они смогли тоже все спастись, и кого-то она тоже помогала вытащить. Вот такая вот, такая жизнь, такая судьба. Ну что ж, если есть какие-то такие истории в вашей жизни, жизни ваших родных, поделитесь, потому что мне интересно, как так. Я плавать совсем не умею, я бы там и осталась бы, конечно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok